опа смотрите какая красота друзья мои всем огромный привет вы снова на канале жизнь кайф и сегодня мы с вами будем готовить ветчину и свинины а для этого нам потребуется мяско свинина я взял лопатку тело 750 у меня здесь потребуется целлюлозная пленка холодная вода из расчета 10 процентов от массы всего мяса у меня 175 миллилитров понадобится вот такая вот вместо оболочки ветчинница формы для ветчины и специи специи у меня здесь черный перец фосфаты мускатный орех соль нитритная и чеснок сушеный все граммовки я напишу в описании под видео а а для измельчения данного мяса нам поможет моя новая умная мясорубка от компании оберхов magnum r16 мощностью 1600 ватт убирая мясо подмораживаться в холодильник а тем временем я немножко расскажу о моей новой мясорубке так друзья ну и давайте пройдемся по комплектации мясорубки расскажу пару слов из чего она состоит состоит из трех решеток это 3 5 и 7 миллиметров режущий нож крестообразные кстати очень острый кольцевой гайки шнека загрузочного бункера насадка для кейби как нибудь приготовим данное блюдо и насадка для домашней колбасы это нам тоже очень пригодится потому что надо попробовать будем делать домашние колбаски а данные решетки также мне пригодятся так как я делаю много разных колбас и паштетов для измельчения колбасы давайте соберем мясорубку мясорубка собирается очень быстро у нее есть самое главное вот такая металлическая шестеренка на другой мясорубке у меня была пластиковая и постоянно слизывалась если начинал перерабатывать замороженное мясо данная мясорубка может перерабатывать мороженое мясо вставляем загрузочный бункер шнек нож решетку сегодня буду использовать 7 миллиметров и закручиваем кольцевую гайку все мясорубка собрана и теперь нам остается только подсоединить ее к блоку управления все до щелчка и остается поставить нам загрузочный лоток все мясорубка собрана еще идет вот такой вот пластико толкатель чтобы про можно проталкивать мясо все давайте пройдемся по электронному блоку управления блок управления у нас сенсорный сейчас вблизи все покажу чтобы отсоединить данный блок от блока мотора нажимаем на кнопку и в обратную сторону откручиваем мясорубка собрана данная мясорубка имеет сенсорную панель и шесть встроенных программ включается мясорубка нажатием на клавишу пуск течение нескольких секунд и вот у нас такое вот табло сенсорное есть время переработки мяса температура шкала сейчас давайте покажу вот вы видите шкалу если температура превышает 100 градусов мясорубка подать звуковой сигнал и отключится и не включится пока не достигнет температуры 70 градусов у нас есть кнопка пауза и 6 программ программ выбираем одной кнопкой это мясо говядина замороженное мясо рыба томатные томатный сок и шинковка данная мясорубка имеет на каждую программу свою скорость например замороженное мясо 100 процентов вращение двигателя говядина 90 процентов охлажденное мясо 80 процентов рыба 70 процентов томаты 60 процентов и соответственно овощи при шинковке 50 процентов разная скорость вращения двигателя так сегодня мы будем готовить на просто охлажденном мясе и соответственно вот мясорубка собрана включается также нажатием на клавишу и мы видим что пошел отчет времени за сколько времени мы переработаем данную порцию мяса мы будем видеть минуту две три или пять и также есть функция реверса если у нас мясо застряла мясорубки жилы намотались на ножик просто можем нажать на клавишу реверс и мясорубка будет работать другую сторону вот такое вот сенсорное управление а самое главное что здесь есть защита от детей при нажатии на паузу загорается замочек и кнопки уже не работают снимается замок также нажимаем на кнопку пауза и убирается данная функция замка ну а кого заинтересовала данная мясорубка прошу проходите по ссылке оставлю ссылку в описании и первым закрепленном комментарии пожалуйста проходите смотрите может быть кому-то что-то и понравится ну что приступаем вот мясо мы все перекрутили и теперь нам остается только добавить специи и вот эти кусочки мяса и будем все замешивать до однородной массы течение 10 минут я буду все это мешать до выделения белковых нитей фарш мы перекрутили соответственно мясо добавляем фарш добавляем специи и добавляем воду и начинаем хорошенько замешивать это дело если бы мы работали с колбасной оболочкой то нам пришлось бы мясо прям подморозить чтобы не превышала температуру 10 градусов но в данной форме можно этим всем пренебречь сейчас просорится мясо пока мы будем мешать нитритка сработает потом это все загрузим нашу форму поставим в духовку уже будем готовить все вмешаю течение 10 минут надо все хорошо помешать чтобы посолилась и монолитная стала у нас ветчинка в общем фарш я перемешал видите какой липкий такие как бы нити выделились сразу положил пленку форму теперь нам нужно просто загрузить фарш форму данную форму влазит в районе двух килограмм хорошо и вот полная форма у нас получилось так снимаем перчатку она нам больше не понадобится и просто нужно подвернуть пленку аккуратненько чтобы фарш не велись наружу и закрыть просто прессом по два зуба все сильно не надо прессовать так как когда мы будем сейчас готовить духовке может бульон выйти лучше потом когда остынет еще придавим все убираем духовку при температуре 85 градусов будем готовить до 71 внутри данной формы но все форму установили духовку включили верхние и нижние тены и конвекцию сейчас в отверстие вот сюда вставлю термо щуп и буду уже контролируем температуру повторяюсь готовность 71 градус готовить будем при 85 духовке все закрываем готовим остуждаем и утром дегустируем ну и пришло время придегустировать ветчину форму у меня остыла в холодильнике течение ночи я ее сначала холодную воду убрал а потом уже убрал в холодильник самым остудил можно было оставить просто духовке но это было бы время ходил бы дольше вот так вот просто разбирается данная форма и получается вот такая вот буханочка личинки смотрите какая красота и давайте приступим к нарезке ох буханочка вес тело 700 км 800 ну и давайте разрежем и посмотрим разрезе что у нас получилось опа смотрите какая красота мраморность это просто шик блеск тоненько давайте нарежем попробуем аромат настоящего мяса и настоящей колбасы смотрите можно закручивать как хочешь и она не ломается вот что значит на мясорубке перемололи мясо переработали такая вот красиво получилось теперь так и буду делать осталось только и дегустировать данное миска вообще смотрите как закручиваю и должны ломается вот нажимаю это значит что мясо полностью и было прокручены через хорошую острый ножик и уже спрессована такой ханку очень вкусно советую сделать ему даже разорвать могу советую повторить данный рецепт это очень просто и это очень вкусно но я дальше буду думать какие рецепты приготовить сейчас начинается осень и уже будет такая колбасная пора а данная мясорубка будет мне просто помогать в этом все друзья всем удачи всем пока я буду дегустировать дальше